Учебный год стартовал, к занятиям все готово, с каждым разом собрать ребенка. В школу становится все дороже. С прошлого августа цены выросли в среднем на 10%. Большую помощь оказало государство, выделив на детей до 18 лет по 10 тысяч рублей. Хватило ли родителям этой суммы, выясняла Мария Добрынина. У Елены четверо детей, трое из них школьники. Что и где купить, женщина знает. Но даже такая опытная мама при столь стремительном росте цен не могла предугадать, в какую сумму выльются сборы в школу. Учебный год закончили. Я заказала сразу же канцелярию на весь учебный год. Потом в следующий месяц мы пошли, уже часть одежды взяли. Ну и вот сейчас. В этом году проще, что еще государство помогло. И по 10 тысяч на каждого ребенка. Это ощутимая помощь, конечно. Самая существенная статья расходов – приобретение одежды. За год стоимость рубашек, юбок и брюк увеличилась в среднем на 10%. Делать такие покупки на перспективу не получается. Детский организм растет быстро, поэтому зачастую обновлять гардероб приходится уже после Нового года. Итак, рубашки школьные, хлопковые, три штуки. Брюки одни. Куртки две. Не замшевые, но осенние. Одна полегче, другая потеплее. И как минимум три пары обуви. Одна уличная, сменная и парадная. Это минимальный набор на одного мальчика-школьника. И обошелся он нам примерно в 20 тысяч рублей. Хлопотно. Очень. По сравнению с прошлым годом? Да, по сравнению с прошлым годом. Потому что мы выросли на год и сейчас находимся в таком размере, что очень сложно подобрать. Сколько планировали потратить? Ну, планировали около 20. У вас сколько детей? Двое. Но пока только одно одеваем. К этой и без того не скромной сумме нужно добавить рюкзак. Сегодня в среднем он стоит около 2,5 тысяч рублей. Набор тетради, дневник, альбом, краски, ручки и карандаши. Еще порядка трех тысяч, если брать с запасом на год. В обязательные траты входит дополнительная литература и рабочие тетради. Это плюс полторы тысячи. Правда, они нужны не во всех классах и не во всех школах. Современные родители стараются экономить. Все чаще участвуют в совместных закупках, делают заказы в интернет-магазинах. Но в любом случае помощь государства пришлась как нельзя кстати. Только в Хакасе ее получили порядка 88 тысяч детей. Это 92% от всех школьников в республике. Остальные еще могут подать заявление на получение выплаты. Сделать это можно до 1 ноября. Мария Добрын, Игорь Брюханов, Вести Хакасия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова